На Красной площади сегодня прошла генеральная репетиция парадов в честь Дня Победы, который состоится 9 мая. Все движения пеших колонн отработаны, шероховатости устранены, вся техника от легендарных танков Т-34 до современных боевых роботов готова к торжественному маршу. И в этом убедился наш корреспондент Иван Прозоров. Танки грязи не боятся, но на броню сегодня только в бахилах. Генеральная уборка перед генеральной репетицией. Чтобы на Красной площади все прошло блестяще, грозные машины даже полиролью начищали. Еще, конечно, чтобы была идеально чистая техника. 800 метров на Красной площади. Это самое ответственное. Как бы ни было, мы должны его пройти достойно. Мы не должны подвести ни шагу назад. Говорит и показывает Москва. Первый шаг в 10 утра делает рота почетного караула. Флаг России. И знамя Победы под бой курантов открывают пешую часть парада. Здравия желаем, товарищ министер! Впервые на брусчатке суворовцы и нахимовцы из Севастополя. Кадеты московского президентского училища Росгвардии. А еще военная полиция. 33 парадных коробки завораживают. По их лицам не скажешь, что после многочасовых тренировок кто-то с ног валится. Генеральная репетиция. Последняя возможность всем вместе собрать праздничную картину Дня Победы. Бок о бок идет и техника. Земля дрожит от прохода тяжелой техники. Место встречи всех звеньев, которые пройдут парадным расчетом по Красной площади. Здесь на Тверской машине выстраиваются. Выстраиваются, соблюдают интервал и затем начинают движение. Во главе колонны легенда Т-34. За ним, словно связывая нить времен, новейшие мотовездеходы со штандартами фронтов Великой Отечественной. Карельский, Прибалтийский, Белорусский, Украинский. Не пустые слова для тех, кому доверили честь провести знамена. Тяжелый труд для тех людей, которые подарили нам свободу. Не знаю, как это описать. Я горжусь тем, что люди это сделали. Гордость сегодняшней армии, новейшие образцы вооружения. Арктические снегоходы использовать можно хоть в минус 50. Беспилотники Корсар и Катран. Разбитчики, готовые в любой момент поддержать огнем. Робот-сапер Уран-6, который зарекомендовал себя в Сирии. Первый боевой робот в российской армии Уран-9. И одна из главных премьер. Боевая машина поддержки танков Терминатор. Впрочем, и без этого в колонне будет на что посмотреть. От легких пикапов с пулеметами и бронемашин Тигр до перспективных танков Армата и ракетных исполинов ЯРС, которые уже стали частью ядерного щита нашей страны. Специально приехали посмотреть генеральную репетицию на один день. Вчера вечером выехали из города своего. И вот сегодня утром уже в Москве, в столице. Смотрим, радуемся, любуемся. Россия – это мощная страна. И не потому что есть такая военная техника, а потому что есть очень большой, сильный, мощный дух, который объединяет, по-моему, все страны, которые раньше входили в Советский Союз. И что такой есть замечательный праздник, который помогает нам прикоснуться к этой величайшей истории. Я из Ирландии. Это крохотная страна. И ничего подобного в жизни не видел. Это просто потрясающе. Я фанат истории и знаю на сто процентов, что Россия выиграла Вторую мировую войну. И еще знаю, какую огромную жертву ваша страна принесла. Я горжусь вашей историей и вашими людьми. Разделили это чувство гордости десятки тысяч человек. Генеральная репетиция собирает не меньше зрителей, чем сам парад. На московских улицах вдоль прохода техники «Живая река» поколений победителей. Это день радости, наверное. Что наша страна победила. Я вообще дитя войны. С 41-го года я. Гордость за подвиг, за предков, за то, что они подарили нам. Подарили нам все это. У военных теперь работа над ошибками. Чтобы 9 мая все прошло строго по плану. Сегодня без сюрпризов не обошлось. Из-за облачности и плохой видимости зрители не увидели авиацию. Самолеты и вертолеты вернули на аэродромы базирования. В день победы, по прогнозам, небо будет ясным. Иван Прозоров, Дмитрий Кулько, Татьяна Ревенкова, Кирилл Данилов. Первый канал.